Я не знаю, может это на меня повлияло ВК, а я еще замазывала себе сиськи на фотографиях, обрезала их как-то и замазывала, становилась я крашем всяких малолеток, хоть мне и сейчас даже это отвратительно, но почему-то это в мою жизнь начинает понемножку приходить. Пока я находилась в одних отношениях, в других отношениях, не нужно меня называть какой-то шлюхой, просто я боялась одиночества. Всем привет, с вами важная персона Александра Озгарт, и в этом видео я буду с вами делиться своим маленьким-маленьким-маленьким-маленьким, но в принципе я бы не сказала, что это секрет, потому что я никогда это не держала в тайне, и об этом уже знают все, мне кажется, из тех, с кем я общаюсь, ну кроме инстаграма, потому что в инстаграме, ну как минимум, не было причины поднимать эту тему, поэтому я решила снять для вас видео, так как нужно же хоть что-то снимать и рассказывать вам. Перед тем, как я продолжу вам рассказывать о своей охуитительной истории жизни, я хочу вам посоветовать одного молодого блогера, одну очень милую девушку, которую зовут Ника. Она в своих видео дает много советов и бьюти лайфхаков, также ты у нее можешь узнать о хороших бюджетных косметических продуктах, даст пару советиков по уходу за собой и рекомендации по тому, как же наконец-то начать любить, уважать и ценить себя. А еще ты там можешь у нее найти много интересного из личной жизни, такое, знаете, для девочек, которые любят посплетничать. Она не стесняется своего опыта и ошибок, мотивации на канале Ники огромное количество, после просмотра ее видео наполняешься полностью женской энергией. Так что я надеюсь, что вам понравится ее канал, ссылочка в описании, а я продолжаю вам рассказывать свою историю. Так вот, дело было давным-давным-давным-давно, когда мне было лет 14, но бзики, возможно, у меня появлялись где-то в лет 13 или в 12. Ну, такие тревожные звоночки немножко были. Короче, вкратце говоря, я хотела в натуре сменить пол, и у меня было желание сделать операцию, но прикол в том, что в лет 13, в 12 я просто надумала, ну, тем как, блин, было бы круто таким вот быть челкарем, как вот сейчас вот челкари выглядят, это да классно. Я тоже хочу быть челкарем, а вообще я бы еще хотела иметь просто челкаря. И, короче, меня разрывало между тем, как я хочу быть девушкой и встречаться с челкарем, и как быть этим самым челкарем, чтобы встречаться с какой-то девушкой или с челкарем. В 14 лет я уже начала немножко начинать эксперименты свои с волосами, я подстриглась под коре, потом я поняла, что это не мое, подстриглась под челкаря, потом я уже подстриглась еще, короче, под биберок. Ну, как многие говорили, что я похожа на биберок. Я эти все фотографии вам давным-давно показывала в своих старых роликах, ну как старых, которые я снимала 2 года назад, где я такая вся молодая, в расцвете сил, короче. Если вам интересно, я эти видео оставлю в конце этого ролика. И в 14 лет, я не знаю, может это на меня повлияло ВК, вот эти вот всякие соцсети, как любят говорить, стереотипные мамочки, старушки и тому подобное, стереотипные люди, что вот пропаганда была, я захотела. И я вот захотела и решила стать. Нет, это, я думаю, не так работает. Я рассказывала тоже это уже в одном из своих роликов, что я переименовывала свою страницу много раз и в Никита Стан, Никита Котов, Никита Орлов, Артем, потому что как раз таки я хотела быть типа парнем. Но в личной жизни, в своей обычной жизни, я не говорила ребятам, чтобы ко мне обращались на он, я не знаю почему. Но был такой период в моей жизни, когда вот я себе вписала мужское имя ВК, у меня были фоточки такие челкастые, а я еще замазывала себе сиськи на фотографиях, обрезала их как-то и замазывала. Если мне каким-то чудом удастся найти эти фотографии, я их сюда обязательно вставлю. Но если нет, то sorry, not sorry. И у меня просто, я помню, как в голове до сих пор вот эта вот фотография всплывает, нужно ее найти, сохранить. И вот этот вот период, когда у меня были фотографии на авиа, где я типа пацан-челкарь, и у меня было мужское имя, тогда ко мне относились как к парню. И ко мне начали клеиться 12-11 лет, какие-то мне, не знаю, девочки, может 13 лет, думать, что я в натуре челкарь. Пытаться со мной как-то там вот это вот покинтовать, короче, становилась я крашем всяких малолеток. Вот так вот, завидуйте девке, завидуйте парню, вот так вот надо. Мой бзик на челкаря длился, пока у меня не отрасли волосы, все равно я продолжала быть пацанкой. Я потом, когда у меня вот почти год, как я подстриглась под челкаря, под биберя, у меня отрасли волосы, я их перекинула на бок, выбрала висок, и была такая типа, аля, панкуха. Но я не считала себе никакой панкуха, меня, блядь, считали за скинхеда и за панкуху, что? В итоге время шло, годы идут, я все равно оставалась пацанкой в душе, в глубине души. Я была романтиком, который хотел себе какого-нибудь прекрасного принца на белом коне, чтобы у меня были с ним отношения. Но на самом деле я всячески отвергала всякие эти сопливые хуйни, типа, о, я тебя люблю. О, боже мой Мэра Мэо, моя Джульетта, о, ты так прекрасна. Кочечка-зонка, ммм. Хоть мне и сейчас даже это отвратительно, но почему-то это в мою жизнь начинает понемножку приходить. До поры до времени, пока я находилась в одних отношениях, в других отношениях, не нужно меня называть какой-то шлюхой, просто я боялась одиночества. Я рассказывала, возможно, это тоже в одном из роликов, тем более отношения у меня всегда были длительные. Одни там были у меня несколько лет, потом другие были у меня там полтора-два года. Я это все уже рассказывала, и из-за этого у меня не было вот этого бзика, который у меня мог иногда происходить в голове, типа вот я хочу быть партнер. Я хочу снова подстрижься там под пацана, на лысо. Но не, ладно, иногда было такое, что я всегда стрелилась под коре, ну что мне ебать, у меня всегда были короткие волосы, и к мужской одежде меня тянуло всю жизнь. Когда я пищу просто не по тексту, я ухожу в другое русло, одну тему там подцеплю, потом другую через нее, потом третью, а потом такая, о чем я вообще видео снимаю? И вот буквально недавно, когда у меня закончились отношения, я вот была аж 4 месяца сама, боже мой, я охуела, мне в натуре было страшно, что я опять сама. Блять, ребята, вы не представляете, как охуенно быть самой, вы просто, блять, не представляете. Я бы дальше находилась в одиночестве. Но жизнь такая штука сложная. И вот за эти вот 4 месяца, пока я была полностью одиноченька, одиносенька, одна, у меня опять начался этот бзик. И я уже, блять, даже думала насчет операции. То есть вы понимаете, раньше у меня были просто бзики, вот я хочу быть парнем. А сейчас, за это лето, я не знаю. Может, потому что вот у меня в натуре уже заебали всякие отношения, мужики, козлы, сволочи, мрази. И я такая ебать, хочу тоже стать этой вот козлиной, сволочью и мразью. Но меня постоянно что-то останавливало, потому что вот я же не зря не стрелась, отращивала волосы, хотя для меня это было сложно поначалу. Так как я всегда стрелилась под коре. Кто меня знает давно, тот знает об этом всем. Плюс ко всему, вот это вот гормоны принимать. Я вот тут постоянно на лазер хожу, а тут ты начнешь принимать мужские гормоны, у тебя волосня по всему телу будет. С сиськами, ладно, мне повезло. У меня их нет, так что тут и вырезать почти нечего. А с гениталиями что делать? Я смотрела операции, как делают. Как пришивают хер бабам. Я смотрю, из чего они это все делают. Да, если поискать, хорошо, можно найти эти всякие операции. Даже, возможно, на ютубе есть такие ролики. Я смотрела видосы, где люди рассказывали свои истории, как они делали переход и делали потом обратный переход. Какой это был пиздец. Вот, у одной девушки она сделала переход с 18 лет, потому что мама ей не разрешала до 18. Не помню, сколько лет прожила в мужском теле, может, блядь, года 2-3. И она не стала счастлива от этого, потому что у нее появилась акне на спине, ее жестко там повысыпала щетина, вот появилась на лице, это, понятное дело, грудь свисла, а она, я так поняла, ее не чикнула. И когда она решила сделать обратный переход, так как не почувствовала себя женственной, вся волосня, которая у нее была на теле, она осталась, обвисшая грудь осталась, и вот эти вот все прыщи на спине, ну, акне у нее все сошло, но остались шрамы. То есть, понимаете, за вот это вот все лето, пока я искала всякую эту информацию, я поняла, что если ты девушка и хочешь сделать переход, то для этого нужны, блядь, я не знаю, вот прям 100% желания, потому что если ты пацан, ты можешь вшить себе сиськи, которые ты можешь потом вытащить и снова принимать мужские гормоны, и главное, просто не отрезать свой хер, и все будет чики-бомбони. Партням мне почему-то показалось, что в этом случае намного проще, если они захотят сделать переход, а потом обратный. С девушками так не сработает. Сразу отвечаю вам на вопрос, беда это у меня с башкой или нет. Люди, которые не хотят и сделают переход, вот просто там попробовав, такого нет. Ты как минимум должен прийти к психологу, к психотерапевту или что там, чтобы точно знать, что ты этого хочешь. Я не знаю, почему тогда вот у некоторых были обратные переходы, а еще мне не очень понравилось то, что вот ладно, когда... Я не знаю, вот есть у меня просто такой вот бзик, такой вот стереотип в голове, что если парень, который сменил пол на женский и не отрезал себе хер, для меня это было бы нормально. Но вот если девушка сменит пол на мужской, и у нее там ничего не будет, я не знаю, простите, для меня это ненормально. Я не осуждаю, потому что есть в натуре классные переходы, где девушки становились парнями. Куча примеров есть таких, даже тот же актер, который был в Бестыжих, он охуеть как классно выглядит, при том, что он был когда-то девушкой. Но сам факт, что нет наличия хера, меня это так как-то оскорбляет. Ой, не оскорбляет, а прям обидно становится. Какая-то неполноценность. Мне кажется, мужики выиграли эту жизнь. К чему я веду? Я веду к тому, что начались у меня, блядь, отношения, и рукой все сняло. Классное лечение от смены пола это заводить из себя отношения и ничего не захочется делать. Ну, то есть просто в натуре, чтобы попрактиковаться в этом всем, я же могу просто состричь волосы, носить мужскую одежду, но при этом я люблю ноготочки, я хочу длинные классные волосы до бедер, мне нравятся реснички, мне нравится... мне не нравится краситься. Захочешь, блядь, побыть? Пацаном, станет он боем в натуре. В чем проблема? Не, ну там есть свой прикол. Вот, вот, вот. Вы по-любому подумаете, типа, мол, а зачем менять пол девушке, если она может быть там боем? Ну, просто понимаете, не у всех черты лица подходят для этого. То есть, когда ты начинаешь принимать гормоны, у тебя становятся более мужиковатые черты лица, и я не говорю про самочетину, а именно мужиковатые черты лица, и плюс ко всему голос. Это играет большую роль. Суть и басни такова. Какие-то бзики у меня время от времени происходят, я не знаю, что это, откуда это, почему это. Как вы слышали, я вам говорила, что у меня это с лет 13-14 время от времени происходит в голове, и будет очень смешно, если я все-таки в 30 лет решусь сменить пол. А я заканчиваю свой ролик. А вы мне напишите в комментарии свои истории, как вы думали о том, что вы хотите сменить пол, или же, может быть, меня кто-то смотрит из ребят, которые сделали переход. Мне было бы интересно почитать ваши истории, как вы с этим справлялись, может быть, вы назовете сумму, сколько у вас денег на это все ушло. Да, кстати, вот это вот больше всего меня остановило, это то, откуда взять деньги на это все. Хотя, в принципе, я думаю, я бы смогла, на трассу бы пошла. А с вами была важная персона Александра Озгард, всем котиков, компотиков, и до следующего ролика. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok